В районе объявлен режим повышенной готовности. Об этом сегодня заявил глава Кашхабовского района Заур Хамирзов на заседании КЧС. Восемь утрачленной комиссии под председательством Заура Хамирзова собрались в администрации Ходзенского сельского поселения. Вначале был заслушен доклад начальника отдела ГОЧИ с администрации района, который доложил обстановку во всех поселениях района. В результате выпадения обильных осадков вчера ночью произошел сход грудных потоков с горы. Произошло подтопление подворий в ауле Ходз. Утро на сейчас подтоплено 58 подворий, 200 человек проживает, в том числе 45 детей. В хутор Кармалина-Гидроицкий подтоплено 43 домовладения, 62 человека, в том числе 10 детей. По предварительным данным в жилые дома вода не заходила. Ночью еще произошел сход дождевых паводков с горы в хуторе Красном. Там сейчас проходят, они отследуют все, сколько в домовладении подтоплено, сколько огородов и так далее. И в хуторе Игнатьевском, то же самое, большой поток воды с горы, произошло подтопление огородов. Тоже, значит, у нас подтоплений домов нет. Но на сегодняшний дату, на сегодняшний этот час, очень сильно идет вода в реке Чехрак, в районе хутора Славинского и хутора Северного, Мостовского района. Будет подниматься вода. У нас пока в районе ее еще нет. Руководители служб заявили, что готовы ко всем экстренным ситуациям. Что касается сельхозугодий, начальник правления сельского хозяйства прокомментировал так. Плачет по сельхозугодиям на сегодняшний день более серьезной установкой является и Герухацкое сельское поселение, где раздел отходит от Чехака. В других сельских поселениях наблюдается, как и Мачакей, от Почной воды. И на Требовском сельском поселении, сегодня утром мы заезжали, там из шести гектар теплиц затоплено полтора гектара. Ну, вода потихоньку отходит с полей сейчас. Все под наблюдением. Заур Хамирзов, в свою очередь, потребовал от глав поселения держать ситуацию под контролем. Хочется отметить, что система оповещения населения сработала вовремя. В Игнатьевске они включали, уже серьезно оповещают. Также следует отмечить, что на местах оперативно была доставлена техника, которая производила расчистку каналов и водостоков. Вчера, в полдвенадцатого, где-то с гор пошла вода, затопило полностью огородом. Он полдома. У меня там еще одна хамка. Тоже затоплено все полностью. Вот вода уходит, уходит. Ну, никак не уходит. Вот, вода была. Вот это все вода была. Полностью. Огород полностью залила. Картофель, все пропало. Картошка вот так. Такая вот ботва, вот так видно. Помимо этого, были задействованы грузовые автомобили для подвозки и гравия в особо опасные участки. Также был подтоплен хутор Красный, находящийся в пойме реки Чехрак. Обстановку нам доложил глава майского сельского поселения Андрей Дацко. На сегодняшний день у нас обстановка с поводком получается такая. По поселку Майскому в основном пострадали домовладения и приусадебные участки. В домовладение вода нигде не зашла, но в основном огороды и сараи. Здесь проблема заключается именно в грунтовых водах, подъем грунтовых вод, а также именно дождевые воды, которым уходить некуда, поэтому они скапливаются во дворах. То есть обстановка более или менее нормальная, каналы не переполнены, то есть обстановка стабильная, техника работает, трактор Петушок с ковшом расчищает, каналы прочищает для того, чтобы отводить воду. По хутору Красному обстановка немножко сложнее, потому что здесь вода идет с Чехрака, Чехрак поднялся и вода с Чехрака зашла в огороды по улице Красной, по нечетной стороне. На данный момент проводятся работы по доставке питьевой воды в домовладения, которые имеют только колодцы и больше воды нет, поэтому уже питьевую воду доставили с района, то есть водой питьевой обеспечили. Ведутся работы, техника работает, большие трактора для того, чтобы обеспечить отвод воды, а также проводятся замеры, 6 точек, где проводятся замеры воды, то есть каждые 15 минут проводится контроль уровня воды, для того, чтобы ориентироваться, как в дальнейшем можно было поступить. На случай эвакуации предусмотрены два объекта у нас, это школа, спортзал, а также дом культуры, в который на первое время можно будет, то есть пункты временного размещения, где можно будет разместить людей в случае эвакуации. Также есть автобус, школьный автобус и техника администрации, которая приспособлена для того, чтобы провести эвакуацию людей. То есть пока все под контролем, работы ведутся, с населением тоже работы ведутся.